Приветствую вас. Я думаю, что в первую очередь нужно определить, чего вы хотите. Какая у вас цель, непосредственно цель обращения к психологу, какая у вас, или какая перед вами стоит задача, вот. А, потому что это важный момент, ибо не совсем понятно, каковы ваши цели, и что вам нужно вообще, вот. Это первое, что хочу сказать вам. Второе, что вы боитесь не оправдать ожиданий своего начальства, это свидетельствует о личном вовлечении вашим процессом, процесс работы. Именно лично, личные эмоции, личные чувства вовлекаются. И значение, вот вместе с этим, да, вместе с этим, значение для вас с работы, оно тоже увеличивается. Увеличивается. Тоже усиливается, оно тоже становится больше. Вот. И вот здесь, именно в этом моменте, тоже нужно быть предельно внимательными, потому что, что за вас значит начальство? Как вы его воспринимаете, начальство? Кем оно вам представляется, например? А, что для вас значит потеря работы? На что вы ориентируетесь в рабочем процессе? Все эти вещи очень важно определить вам, потому что без них вы очень сильно будете чувствовать себя потерянным, я бы сказал. Вот. Это вот тоже доказается непосредственно о вашей истории с рабочей. Да, вы может быть, а вы не пройдете испытательный срок, а в этом нет ничего страшного. Это нормально, то что вы можете не пройти испытательный срок. В этом нет ничего сверх неочевидного, да? В этом нет ничего такого, прямо негативного. Другой вопрос в том, как вы это воспринимаете? Вот. Ну, конкретно, как вы это воспринимаете? И почему именно так вы это воспринимаете? Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. То есть, если вы боитесь это одно, если для вас работа важна чересчур, это другое и так далее. Вот. По поводу того, что вы чувствуете себя некомпетентно здесь, опять же, не уверены в себе. И, с одной стороны, это непринятие своих недостатков. Вот. С другой стороны, может быть, вам, опять же, не хватает целей. Просто не хватает именно целей, вам, своих, не хватает целей. Вот. Ну, это, опять же, нужно исследовать. Вот. Значит. Такие вот истории. Это одно дело, если вы просто не подготовлены, вам нужно расти и развиваться, что нормально. Другое дело, если для вас ожидание руководства играет очень большую и сильную роль, серьезную роль. В таком случае, я полагаю, что это уже вопрос личного характера, да, это вопрос вашей индивидуальности и с ним нужно работать отдельно. Ну, вот. Именно данным вопросом. Вот, в принципе, что я могу вам сказать. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.